доброго времени суток друзья вы на канале ашот news 2 сегодня я вам расскажу и докажу под какими народами жили армяне и как принимали их веру и как это все отображалось на армянских фамилиях если это можно так назвать для начала короткая справка армянские фамилии это соединение в основном тюркских персидских и арабских слов с парфянским персидским окончанием ян например армянская фамилия кардашьян это соединение тюркского слова кардаш что означает брат с парфянским персидским окончанием ян меньше всего армяне используют русские имена например в такой фамилии как иванян редко встретите армянина который хоть один раз не расскажет вам что они первыми приняли христианство ну во первых это неправда потому что первым государством которое приняла христианство как государственную религию было одесское царство асроена об этом есть информация в открытых источниках можете проверить и так перейдем к сути вопроса а что если я вам скажу что племя хай которая называется сегодня армянами когда-то приняли религию древних хетов и поклонялись богу солнца армянское слово а ствац происходит от словосочетания о шуте вас что означает бог солнца память о хетском боге солнца о шуте вас остался в армянской фамилии а ства цедурян во времена могущества тюрков на планете еще до того как тюрки приняли ислам племя хай в одночасье плюют на всех древних богов и берут типичную тюркскую фамилию танровердян танры это тенгри верховный бог до исламских тюркских племен танры верди чисто тюркское слово которое означает посланный тенгри сколько богов меняли армяне в промежутке времени сказать трудно но в христианский период армяне массово берут фамилии христостурян указывая близость с богом иисусом христом они приватизируют слова первые христиане после владычества персии армяне не могут остаться в стороне и принимают персидского бога армазда которого легко приватизируют и переименовывают в армянского бога армазда в древнем мире идут сложные процессы и вот всадники исламского халифата из аравии захватывают мир в этот период армяне со скоростью света и поголовно берут фамилии с именем бога мусульман аллаха фамилия аллахян которая по особенности армянского языка превращается в армянскую фамилию аллаян но вскоре турки османы берут вверх над арабами и строит османскую империю которая управляется законами на основе видения справедливости османских султанов и шариата в этот период наши антигерои на лету взаимствуют фамилию аллахвердян которая также из-за особенности армянского языка и с легкой руки армянских католикосов превращается в древнюю армянскую фамилию аллахвердян после того как персия принимает ислам армяне снова успешно переобуваются и берут фамилии худавердян худа на фарси бог аверди тюркское слово которое означает дал фамилия переводится на русский как человек которого дал бог почему такая смешанная фамилия спросите вы маленькая справка персидская империя это персо-тюркская империя в которой с десятого века правили предки сегодняшних азербайджанцев тюрки от династии сефевидов до династии каджаров кстати во времена древнего государства албания которая являлась тоже христианской страной на территории современного азербайджана и армении а также части других соседних стран армяне активно брали фамилии иса гулян это очень интересная фамилия иса это иисус на тюрки а слово гул означает раб на языке тюрков короче говоря фамилия целиком на тюркском с окончанием ян переводится как слуга иисуса либо раб иисуса сегодня когда меняются мировые лидеры армянские псевдоученые пишут труды где доказывают что китайские боги были когда-то богами армян думаю вы все поняли дальновидность этих потуг какие еще армянские фамилии с именами разных богов вы знаете напишите в комментариях вы были на канале ашот ньюс 2 еще услышимся